Сегодня мы поговорим о том, за какую жизнь воздает Бог. Есть семь случаев, в которых Бог вам обязательно ответит. Я приведу вам стихи из Писания, чтобы проиллюстрировать их, но на самом деле можно набрать целую библиотеку таких стихов. Первый случай — это «Я собираюсь почитать Бога у себя дома». «Я собираюсь почитать Бога у себя дома» — это личная часть вашей веры. Мы говорим, что дом — это наша частная территория, и никого не касается, что я там делаю. Но я хочу вам возразить, Бога очень волнует, что вы там делаете. У Бога есть свое мнение на этот счет. Вы не просто христианин на людях, а вы не просто последователь Христа в церкви. Кто вы дома, очень выражает вашу веру. В книге Иисуса Новина сказано, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне себе, кому служить». А вы сами можете сделать для себя выбор. Не обязательно всем делать одинаковый выбор. Но Иисус Новин сказал, «Я и дом мой будем служить Господу». Когда я говорю слово «дом», вы сразу думаете о ваших семьях, супругах, родственниках. Да, они часть вашего дома, но все начинается с вас лично. Бога есть задание для вас как одного из своих уникальных созданий, которое нужно выполнять у себя дома. Что значит быть Божьим человеком? Лучше подумайте об этом, потому что Бог воздаст вам за это. Или же вы не хотите получить вознаграждение за это, решив, что не хотите быть Божьим человеком? Прямо сейчас он зачитывает свой список. Время превыше всего. Все мы знаем свои роли в семье. Если вы Божий человек, то вы наверняка хотите понять, что значит быть мужем от Бога. Хотите узнать, как это сделать самим? Бог дал нам для этого свое видение. Вы скажете, «Ну, пастор, меня не волнует его видение». Это нормально. Но поймите, если вы будете игнорировать Божьи видения, вознаграждение пройдет мимо вас. Все зависит от вас. Очень важно быть и отцом от Бога. Бог сказал, что вы, будучи мужчинами, имеете важную задачу духовно руководить у себя дома. Если вы не особо в курсе, то пришло время поучиться. А также важно знать, что значит быть женщиной от Бога. Вы знаете, что такое быть стильной женщиной? В этом нет ничего плохого. Но я говорю вам, куда важнее быть женщиной от Бога. И что значит быть женой от Бога? Вы знаете, в нашей культуре есть много идей по этому поводу. Но лучше знать, чего желает Бог. А вы считаете, что это устаревшие взгляды? Тогда скажите это Богу. Не думаю, что у вас что-то получится. Что значит быть мамой от Бога? Бог написал для нас несколько поручений. Я собираюсь почитать Бога у себя дома. Не бывает идеальных домов. Вы это понимаете? Многие женщины думают, что лучше было бы, если бы их мужья стали духовным лидером дома. Но этого не происходит. Не стоит упускать ваше вознаграждение, если ваш муж не желает становиться духовным лидером. Если вы считаете, что были бы лучшим духовным лидером у себя дома, если бы ваша жена почитала вас так, как требует Библия, вы тоже упускаете ваше вознаграждение. Вы не можете управлять другими. Вы должны начать почитать Господа. И не забывайте, у всех нас дома не идеальны. У всех. Норман Роквелл рисовал фантастику. Вы знаете, кто такой Норман Роквелл? Вы помните знаменитую обложку газеты, изображающую ужин в честь Дня Благодарения? Эту прекрасную индейку и улыбающихся людей вокруг нее. А знаете, что произошло после того, как Норман Роквелл сделал наброски своей картины? Один из этих людей схватил индейку и кинул другого. Но я все равно собираюсь почитать Бога у себя дома. Я буду это делать. И прежде чем учить наших детей песенкам, расскажите им, что Иисус — это Господь. А прежде чем научить их тому, что спортивные кричалки — это выражение зла, научите их почитать Иисусом. А если они будут наблюдать за вашим поведением, они узнают больше истин, чем вы можете их научить. Это видно уже в подготовительной школе. Во-вторых, я собираюсь демонстрировать свою веру везде. Это общественная часть моей жизни. Когда я выхожу из дома, я попадаю в мир, и моя вера идет со мною. Вот почему так важно показывать ее везде. В послании к Колосиным сказано, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Может быть, на вашей чековой книжке написано название важной компании или важное имя. Но вы должны все делать во имя Господа. Я собираюсь показывать это везде. Все мы должны это делать. Пусть в слове «делать» всего шесть букв, но это важное слово. То, что вы делаете, — это выражение вашего служения. Когда вы идете работать в понедельник утром, вы должны так же служить, как в воскресенье вечером в Божьем доме. Я собираюсь показывать это везде. Дело в том, что в нашей жизни полно поручений. Это касается жизни каждого из нас. Можно разделить их на категории. Некоторые поручения касаются снабжения. Мы должны поддерживать себя, каждый из нас. Это часть нашей жизни. Другие наши поручения касаются защиты. Мы должны заботиться о других людях. Это в первую очередь касается родительства. Такое поручение есть у каждого из нас. Но и здесь я буду показывать веру, потому что то, как вы поступаете с детьми, показывает, что вы ощущаете в своем сердце по отношению к Богу. Если они для вас идолы, то в вашем сердце нет места для Бога. Если вы хотите, чтобы они больше были счастливы, нежели были Божьими людьми, вы многое упускаете. Я не против счастья, но набожность куда лучше. Библия говорит нам великое приобретение, быть благочестивым и довольным. И то, как мы общаемся с коллегами, это выражение нашей веры. Можно ли на нас положиться? Всегда ли мы приходим вовремя? Истинно ли мы? Стремимся ли мы к сотрудничеству? Или же с нами тяжело общаться? Все это выражение нашей веры. Если вы менеджер, то как вы общаетесь с другими, является выражением вашей веры. Вы сострадательны? Справедливы? Вас заботят проблемы других? Активно ли вы участвуете в рабочем процессе? Вникаете ли вы в поставленные перед вами задачи? Или вы перепоручаете их другим, а сами ничего не делаете? Вас они не интересуют. Я буду показывать свою веру везде, потому что все, что я делаю, я делаю для Господа. Вы не должны считать это вмешательством в вашу жизнь. Это Божие деяния. Мы встречаем Бога уже в первой строке Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. Он творил шесть дней, только потом взял выходной. И он до сих пор творит. Небеса — это не вечный отдых. Вы скажете «Аминь, пастор». Прекрасная мотивация. В-третьих, я собираюсь учить детей уважать Бога и Его народ. У нас есть поручение научить поколения, которые будут после нас. В том числе, это и маленькие людишки, живущие у вас дома. Это ваше личное поручение. Но у всех нас есть поручение научить поколения, которые будут после нас. Научить их уважать Бога и Его народ. Как еще им научиться этому? В Евангелии от Матфея Иисус сказал «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Это вполне себе серьезное заявление. Иисус сказал «Если из-за вас вера малых сих пошатнется, то послушайте, лучшая перспектива для вас — большой камень, глубина морская и короткая веревка, к которой этот камень будет привязан. Ибо, если вы встретитесь со мной, вам будет еще хуже. Если вы верите в Божие вознаграждение, то надо верить в Божий суд». Я не только заинтересован в получении вознаграждения. Я хочу быть уверен, что стою в верной очереди. Я хочу стоять в очереди к Богу. У нас есть ответственность так делать. В церкви мы постоянно вдохновляем детей на то, что знакомство с Господом — это здорово. Мы говорим им радостные вещи. Мы должны говорить им истину, но не стоит огорчать их каждую неделю. Когда я был ребенком, церковь была просто ужасна. Меня отправляли на занятия для детей, и люди, занимавшиеся там с нами, были совсем не рады тому, что делали. По ним это было видно. Они часто смотрели на часы, потом на нас, потом снова на часы. Выглядело это так, словно им выпал плохой жребий, и их заперли с этими спиногрызами, и они ждали, когда их кто-нибудь освободит. У нас в церкви каждую неделю с детьми проводят службы сотни людей, и им это очень нравится. Дети — это очень важно. Уж поверьте. Меня раздражает, когда люди молчат об этом. Если мы не боремся за нерожденных, если мы не боремся за тех детей, что сейчас с нами здесь, то потом они идут в колледж и говорят, «Тут нет места для Иисуса». Как это так? Тут нет места для Иисуса. Что вы несете? Как тут можно молчать? На существование этих университетов идут федеральные деньги. Мои налоги. А вы говорите, тут не место для Иисуса? То есть напиваться там можно, а морально себя вести тоже. Любое другое выражение веры — это хорошо, а вот Иисусу там не место. И мы при этом молчим. Когда у нас отменили футбольный матч, люди вышли при этом на улицу. Мы не единственный христианский народ. И наша Конституция гарантирует нам свободу. Наша Конституция гарантирует нам свободу религии, а не свободу от религии. В-четвертых, я собираюсь получить особое прощение. Мне нужно прощение. Часто мы считаем, что прощение — это необходимый компонент рождения свыше. Да, оно важно, но рост веры в Господа означает, что нам нужно постоянно очищаться. Путь для обретения искупления — это сказать, «Боже, я ошибался». Нам никогда не начать расти в Господе, если мы не оправдаемся перед Ним. Я хочу рассказать вам, как это сделать. Хочу жить с Божиим прощением, потому что я постоянно хочу очищаться. Некоторые не совсем это понимают. Это можно сравнить с уходом за садом, когда вы его пропалываете. Если вы делаете это всего один раз, то у вас будет больше сорняков, чем урожая. Чтобы защитить зубы, мы их чистим. Если вы сидите в той части церкви, то я здесь. Мы должны раскаиваться лучше всех в мире. Чтобы что-то измениться в мире, нужно менять не то, что не является набожным. Нужно быть Божьими людьми. Божья сила заключена в Божьих людях и является вечным двигателем на планете Земля. Если мы соединим наши сердца с Божьим предназначением, мы увидим, что оно является для нас великим прорывом. Но все начинается с нашей готовности раскаяться. Все так и есть. Я собираюсь получить прощение, собираюсь продлить его. Я хочу сам всех прощать. Вы не можете позволить нести на себе бремя гнева, негодования, озлобленности и ненависти. Из-за него вы лишитесь своего вознаграждения. Прощение не означает, что вы забудете про все плохое отношение к вам. Прощение не означает одобрение того, что происходит вокруг. Прощение означает только, что я прощаю чей-то долг. Оно означает, что я освобождаю вас, потому что сам хочу быть свободным. Вы не можете позволить себе такую роскошь, как сохранять непрощение, негодование, озлобленность, гнев. Послушайте, вы важны для Бога. В жизни случаются разочарования. Ваш жизненный путь не обязательно будет таким, как вы хотите, но вам больно, и вы злитесь. Вы словно замерзаете на месте. Но умение прощать освободит вас, а Бог наградит вас за такую жизнь. В-пятых, я собираюсь сотрудничать со Святым Духом. Да, я буду сотрудничать с Ним. Иисус, прожив всего 33 года, сказал Своим ученикам прямо перед Своим уходом, «Для вас будет лучше, если я уйду, потому что если я уйду, Отец пошлет вам другого помощника». Иисус сказал, что для нас с вами будет лучше, если Он уйдет, а Святой Дух придет. Я верю, что Он говорил правду. Многие из нас очень ждут возвращения Иисуса. Но часто мы забываем, не учитываем или просто не задумываемся о том, что Дух Святой сейчас с нами на земле. И я считаю, что сотрудничать с Ним очень хорошо. Сотрудничайте с Ним. Он не придет к вам, если вы к Нему не обратитесь. Он не заставит вас что-то делать. Если вы уделите Ему свое время и начнете с Ним сотрудничать, то вам явится Божья сила. Вот сейчас я говорю вам это, а кто-то хочет мне сказать, «Пастор, послушайте, чего я точно не буду делать, я не буду эмоциональным. Я не буду выражать эмоции во время богослужения. Не буду хлопать в ладоши и улыбаться. Я не буду клоуном. Я рос в очень серьезной среде. И когда я молюсь, я просто склоняю голову, сцепляю руки в замок и насупливаюсь. Я очень рад за вас. Да, пусть вы хоть привыкли вздымать руки вверх, будучи жизнерадостным язычником. Если просто вздымать руки вверх, Иисус, вам не явится. Меня это не смущает. Но я знаю, что в Библии есть много слов о том, как вести себя пастором и как выражать свое служение. Там ни одного единственного способа или стиля для всех, но сотрудничество со Святым Духом, в конце концов, это затронет ваши эмоции. А к тому, что затрагивает ваши эмоции, вы испытываете настоящую страсть. Если вы никогда не ощущали страсть по отношению к Богу, то мне вас жаль. Вы скажете, я знаю, что сказано в Библии над молиться за людей, возлагать на них руки, говорить на языках и всякое такое. Вы хотите впустить в свою жизнь Святого Духа? И в то же время говорите, я не хочу поднимать руки, я не хочу молиться этой молитвой, я этого не буду делать. И после этого вы хотите, чтобы Он вошел в вашу жизнь? Вы поступаете так создателем всего сущего. Я собираюсь сотрудничать со Святым Духом. В-шестых, я собираюсь быть великодушным. Я буду великодушным. Наше недолгое пребывание в этом мире в сравнении с нашей вечной жизнью – это что-то в этом роде. Наша земная жизнь коротка, но ваше путешествие определяет ваши возможности в вечности. Иногда мы к этому не прислушиваемся, иногда нам не хватает внимания, и мы упускаем Божий совет. Мы не понимаем, что тратим свои достижения в попытках укрепить свои силы, свою позицию, свое благоговение, свое благословение или то, чем мы владеем. Мы хватаемся за них, но истина заключается в том, что вы не способны взять что-то из этого с собой. Единственный способ укрепить свою позицию вечности – это идти тем путем, который для нас предназначил Бог. А Бог сказал, будьте великодушны, не стоит цепляться за материальные блага. Бог подарил вам эти дни для другого. Вы должны провести их, исполняя свое Божие предназначение. Это не ваши дары, таланты и возможности. Их вам даровал Бог. Используйте их для Его славы. Это не ваши деньги. Их вам доверил Бог. Поэтому будьте великодушны, вам все равно их с собой не забрать. Так что же делать? Есть много способов. Но Библия говорит нам о десятине. Там сказано, первая десятина принадлежит Господу. И я в это верю. Я считаю, что 10% от того, что вы получаете, принадлежит Господу. Они принадлежат месту, где вас духовно питают. Вы скажете, но это Ветхий Завет. Вы абсолютно правы. Если вы живете не по закону, то я не призываю вас жить по нему. Я говорю вам о другом. Я говорю вам, что в Новом Завете Иисус не пренебрегает законом. Бог не смягчился по отношению к убийцам. Кстати, Иисус сказал, закон говорит, если вы совершили убийство, то на вас вина. А я считаю, что если вас достаточно зла для убийства, то на вас уже вина. Он понижает планку или повышает? Повышает. Он сказал, закон говорит, если вы совершили прелюбодеяние, то на вас вина. А я считаю, что если вы готовы совершить прелюбодеяние, то на вас уже вина. Он понижает планку или повышает? Мне кажется, это касается и великодушия. Если вы признаете только Новый Завет, то это и есть Господь. Вы скажете, я плачу десятину, пастор. Я вам верю. Будьте великодушны. В седьмых я собираюсь выполнить свое поручение. Выполнить его. Если вы не сознаете своего поручения, то вы его никогда не исполните. Я не верю, что вы придете к финишу, если вы туда не собираетесь. Я знаю, что это серьезное заявление, и не думаю, что мы верим, что наша вера возможна. В послании к евреям сказано, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Чтобы получить обещанное, нужно терпение. Оно предполагает сопротивление. Если все несложно, то вам не надо будет терпеть. Вы будете просто наслаждаться обещанным. А если вам придется сопротивляться, то откровение написано для тех, кто все преодолевает. Мы должны все преодолеть. В первом послании к Коринфянам сказано, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. А это означает, что в Божьем Царстве нет призов за участие. В Божьей школе нет социального продвижения. Бог надолго оставит вас в Своем детском саду. Его не будет волновать, что вам 73 года, и вы в детском саду. Если вы будете бежать в нужном направлении, вы получите награду. Да, если вы будете бежать в нужном направлении, вы получите награду. Знаете, я кое-что выяснил. На Старце мы все хорошо выглядим. Наша одежда чиста, наши волосы убраны. Вы подтянуты и рассматриваете соперников. Хорошо себя чувствуете и понимаете, что это ваш день. Чувствуете себя прекрасно. Вы натренированы. Ведь многие из вас решили в начале года вести более здоровый образ жизни и прикладывать для этого больше усилий. Спорим, некоторые из вас даже прикупили новую одежду, новые шорты, новые кроссовки, пару новых футболок. И наверняка, прежде чем пойти в зал и начать заниматься, вы примерили их и красовались перед зеркалом в новой одежде. Возможно, некоторые подумали, я замечательно выгляжу в ней. Может, мне не нужны эти упражнения? Наверное, все дело в старой одежде. Но вот на мне новая одежда, и я прекрасно выгляжу. Пойду поем пончиков. И вот вы пришли в спортзал. Встали на старт в своей новой одежде и стали красоваться. Но как вы придете к финишу? Вы будете выглядеть не очень. Ваши волосы взлохматятся, с вас будет капать пот, вам будет не хватать воздуха, вы не сможете улыбаться перед камерами, вас будет трясти, а ваши ноги будут как желе. Вас будет качать, и люди будут смеяться над вами. Вы будете говорить спасибо, со мной все в порядке, и при этом задыхаться. А вот такой он финиш. Если вы все сделаете правильно, то все будет хорошо. Но если вы попытаетесь проделать это снова, вам просто не хватит сил. Нужно бежать в верном направлении, чтобы получить награду. Вы удерживаете это в своем воображении, своей верой. Это потребует от вас лучших качеств. Какое у вас наилучшее достижение в жизни? Не говорите о прошлом. Я говорю вам о сейчас. Чтобы прийти к финишу, вы должны иметь новые достижения. Что тянет вас вниз? Чем вы жертвуете? Что вы приводите в порядок? Вы уже стали читать Библию? Лично я хочу красиво финишировать. Я хочу закончить этот забег. Поэтому я собираюсь завершить мое поручение. Итак, есть три пункта на каждый день. Я хочу расти. Я собираюсь читать Библию, а еще я собираюсь молиться. Сегодня я рассказал вам семь вещей, за которые вас вознаградит Бог. Я собираюсь почитать Бога у себя дома. Я собираюсь показывать свою веру везде, даже в общественных местах. Я собираюсь учить детей, то есть поколения, что будут после меня, уважать Бога и Его народ. Я собираюсь получить особое прощение. Я хочу прощения. Мне оно нужно. Я хочу прощать тех, кто окружает меня, хоть они и приносят мне боль и неудобства. Я собираюсь сотрудничать со Святым Духом. Я не ищу безопасности и защищенности. Пусть наши бабушки и дедушки жили так. Это было замечательно. Но мне нужна другая реакция. Мир становится жестче. Я собираюсь сотрудничать со Святым Духом. Я буду великодушным. Я открою свои объятия людям. А еще я собираюсь завершить мое поручение. Друзья, я не хочу, чтобы вы упустили награду, которую Бог приготовил для вас. Я не собираюсь упускать свою награду и не хочу, чтобы вы упустили ее. Ту, что Бог приготовил для вас. Явите Богу вашу лучшую сторону. Начните этот год с концентрации на Господе. Я не прошу вас жертвовать на это большую часть вашего времени. Вы можете уделить всего 20 минут в день, а потом увидите, что сделает для вас Бог. Аминь. А сейчас давайте все встанем. Отец, спасибо тебе за Твое слово и за силу, что ты даешь нам. Мы славим Твою благость и милость. Ты послал нас сюда, Господи. У нас есть поручение от Тебя. И я молюсь, чтобы Ты помогал нам. Господи, помоги нам обратить наши сердца и мысли к Тебе, чтобы все услышать и увидеть. Господи, мы хотим сотрудничать с Тобою. Прости нас за то, что мы Тебе не внимали и не думали о Тебе. Попросим Тебя войти в нашу жизнь по-новому. Я благодарю Тебя за каждого здесь находящегося. Я знаю, Ты приведешь их однажды в прекрасное место, где они увидят Твои благословения. Мы будем жить с надеждой на это, пока не иссякнут наши силы. И однажды Ты скажешь каждому из нас прекрасная работа. Я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. И весь народ доскажет на это Аминь. Мы также просим Вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с Вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если Вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады Вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также Вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что Вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алланом Джексоном. Послушайте, как пастор Аллан Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера. Согласование Вашей жизни с Сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить Вас развить у себя такие привычки, которые изменят Вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет Вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который Вы видите сейчас на экране. Если Вы сделаете пожертвование сегодня, Вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где Вы можете каждый день записывать Ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие Вас цитаты. Он поможет Вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который Вы сейчас видите на нашем экране. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера» — согласование Вашей жизни с сердцем Божиим. Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране.